Профессор Докинс был настолько уверен, что Бога нет, что я попросил его оценить вероятность этого числом. Это трудно, но я думаю, это будет где-то 99%. Хорошо. Откуда вы знаете, что 99, а не скажем, 97? Видите ли, мне не совсем удобно назвать конкретное число. Я просто считаю, что это очень маловероятно. Но цифру назвать не можете. Нет, конечно, нет. Могло ли это быть около 49%? Я считаю, что это невероятно. И вероятность находится далеко от 50%. Откуда вы знаете? Я не знаю. То есть я хочу сказать, что изложил свои доводы в книге. Кто, по-вашему, сотворил небо и землю? Почему вы говорите «кто?» Используя это слово, вы уже предполагаете определенного рода ответ. Хорошо. Тогда как возникла жизнь? Благодаря очень медленным процессам. Как эти процессы начались? Мы этого не знаем. Мы знаем только, какого рода события должны были произойти, чтобы это случилось. И что же это было? Возникновение первой самореплицирующейся молекулы. Каким образом она возникла? Мы этого не знаем. Значит, у вас нет объяснения того, как все началось? Нет. И на данный момент нет ни у кого. Скажите, может ли разумный замысел стать ответом на некоторые вопросы генетики и эволюции? Ну, что ж, это могло быть таким образом. В ранние времена, где-то во Вселенной, развилась некоторая цивилизация, вероятно, благодаря каким-нибудь дарвиновским механизмам. Она достигла высокого уровня развития и создала форму жизни, которую позже, возможно, распространила на нашу планету. Это, я бы сказал, очень интригующая возможность. И, вероятно, мы даже сможем найти свидетельство этого. Если внимательно посмотреть на детали в биохимии и молекулярной биологии, там можно обнаружить знак некоторого дизайнера. Погодите минутку. Ричард Докинс считает, что разумный замысел возможен? Этим дизайнером мог бы быть высший разум откуда-нибудь из Вселенной. Да, но ведь… Но этот разум, в свою очередь, должен был возникнуть благодаря понятным процессам. Просто внезапно появиться он не мог. Итак, профессор Докинс, по существу, не против разумного замысла, а только против некоторых типов дизайнеров, таких как Бог.